Привет, дружочки-пирожочки! Это товарищ Сафронов. И у меня интересные находочки на Simuland. Это не Скарлетт находочка, она ещё та интересная, а у меня две вот такие вот куклы, которые... Я, как вы знаете, продолжаю интересоваться, разбираться в теме кукол, но эти куклы на Simuland выглядели довольно презентабельно, и что они себя представляют, мне хочется посмотреть. Может быть, это годнота, нашёл прям хорошие штуковины. Simuland – это такой сайт, который продаёт там и подделки, и всякие странные штуки, и иногда интересные. Посмотрим, это из интересного или из плохого. Давайте посмотрим вначале вот на эту куклу по поводу цен всего остального чуть позже, а сейчас хочется посмотреть просто на саму куклу. Итак, здесь наверняка это реплики, подделки, какие-то переделки, но даже сами коробки выглядят не так уж ужасно и не выглядят прямо... Ну, то есть, как бы стопроцентной копией, какими-то аналогами, скорее всего. Вот первая такая кукла. Гёрл Кайбиби. Кайбиби. Гёрл. Вот такая вот не менее... Странная надпись здесь прям такая, прям предупреждение, предупреждение. Дальше сама кукла интересного внешнего вида. Есть какое-то лицо этой, не знаю, куклы, но она не похожа на неё вообще. Тело вот такое. Платье и аксессуары различные, которые здесь есть. И ещё шкафчики. Вот видим три плюс. Бьюти, I want to bring you happiness. Хочет принести нам счастье. Вот эта вот странная кукла. Почему-то рисует её, но может быть это с какого-то мультсериала, может быть это откуда-то. Откуда это? Опять же, жду вашей помощи, ваших подсказок. Буду разбираться. Очень тело похоже на Монстр Хай, да и может быть и сама кукла это какая-то Монстр Хай. Может быть не Монстр Хай, не буду тут пока грешить душой. Вы в любом случае лучше меня в этом разбираетесь, знаете. Вот. Соответственно, открываем и смотрим. Может быть это действительно интересные аналоги кукол, которые сейчас либо продаются очень дорого, как бы считаются раритетными, либо пока не продаются на сегодняшний момент вообще. В любом случае, таких я на полочках у нас не видел. С таким внешним видом. И вот перед нами такая кукла. Такая кукла. Банан. Интересно, здесь так и расположено. Всяческие у нас зацепочки, прицепочки. Стоит их всех подрезать, убрать, отсоединить. Вот так. И давайте это все отсоединим, все это уберем. Здесь прицепили ее прям как фирма, слушайте. Просто даже первое впечатление интересное, как минимум. Как минимум это что-то интересное. А там дальше посмотрим. Вот. Больше ничего нет. Тут опять же Wish From You. Вот такая вот звезда у нас здесь вот. Лучезарная наша всякие штучки можно убрать. И, соответственно, зачем, не важно. Я растерялся немножко. Давайте посмотрим на куклу. Кукла. О, выглядит так. Золотые волосы и бездонные глаза. Давайте посмотрим на ее лицо. Стеклянные, ну типа как бы глаза. Внутри даже какие-то есть значки. Слишком их там, правда, много. Многовато у нее бровей, как по мне. Бровь. Ресница. Над ней бровь. Над ней еще бровь. Или что это такое? Или это просто тени так обозначены? Но в целом, как вы видите, даже здесь вот какое-то розовенькое есть. И это реально не нарисованы. Это вот прям настоящие в самом делешные глаза. Даже есть мушка, некая, видя какой-то звездочки. И вот такая улыбка. Далее платье. Золотистое платье. Оно немножечко как-то перекошено слегка. Но в целом вроде выглядит ничего. Просто как будто она в коробке перекошена. Хотя есть у меня к нему вопрос к этому платью. И длиннющие ноги. Юбка короткая. Ноги длинные. Вот такие на резиночках у нас ботинки. И стопы даже с пальцами ног. Сами ботинки выглядят вот так как-то волшебно. А может быть это какая-то серия была про волшебных каких-то дочек кого-то. Может быть это оттуда кукла. Посмотрите. Это какая-то может быть золушка. Что-то типа дочка золушки. Или как-то. Не знаю. Или все смешалось в моей голове и в голове тех, кто эту куклу делал. Потому что в виде чашечек под это. Вряд ли они это сами придумали. Скорее всего они взяли откуда-то это. Вот так вот держится эта штука. Сзади переворачиваем и видим, что платье конечно оно есть. Но оно почему-то абсолютно закончилось вот здесь. Что это такое? Это я понимаю удобно, очень свежо и все такое. Но как это должно быть? Они что-то перепутали, как по мне, когда шили. Вот здесь вот какой-то кусочек этого платья как-то не туда как будто подшит. И по-другому это не сделать. Можно как-то слегка прикрыть. В общем здесь нужно перешивать, как-то прихватить, чтобы это было ну не прям вот оголяться вот так. Это странно. Под платьем давайте посмотрим торсик этой куклы. Что он у себя представляет. Надеюсь она у меня не развалится. Ну да, ну да. По-моему это монстр хаевское тело. Вот такая буква изю. Меня иногда поражает оно. Но что есть, то есть. Вот. Окей. Давайте вот так посмотрим. Слабый довольно соединение в ногах. С какими-то косяками. Различный тон даже вот здесь кожи. И хлипковатое они соединение. Конечно хлипковатое. Я думаю надолго не хватит. А также вот такая вот изогнутая талия у неё. Ну да, по-моему это монстр хай у нас всё же. Вот. При этом крутится у нас и даже сгибаются руки, голова. Насчёт прошивки головы. Вы знаете, по-моему даже вот ну как бы понятно дело, что она лысовата. Но как-то попытались. Качество волос тоже оставляет желать лучшего. Но всё же есть. Короче у меня вопросы к этому странному платью. Плюс к этому наряду и к её качеству и этих всех элементов. В это платье плюс обратно как-то спокойно совершенно не влезут, наверное, руки. Без волшебной силы монтажа, по всей видимости. Потому что можно ли вытащить... Да, можно. Даже так можно. Вот. Можно вытащить кисти аккуратно, надеюсь. Можно их потом будет втащить. Ну, потому что так по-другому никак не нацепите. Ей мешают её кисти. Ей мешают её руки сильно. Вот так. Ну, вот так. В общем, с оголённым задом немного по-другому нельзя сказать, наверное. Платьица. Спереди выглядит ничего. Ну, в общем, всё какое-то такое оно распушённое. Так, и обратно вставляем кистью рук. Но в целом, в первое впечатление, ну, как бы нормальный. В целом нормальный. Здесь ещё есть вот такая вот штуковина. Она прям, смотрите, с отсеками и с аксессуарами. Это прям шкафчик волшебный. Возможно, тоже шёл с этой куклой изначально, с оригиналом. И он сделан довольно неплохо. Не знаю, как сделан был оригинал, но здесь сделаны детализировано. Яблочки какие-то, белоснежка, может быть, это даже не знает кто. Аксессуары. Сумочка, которую она может вот так вот как-то носить. Это сумочка. Окей. Это сменные туфли. Тоже такие. Ну, они, скорее, не очень сказочные какие-то. Те намного интереснее, поэтому их можно какой-нибудь для другой куклы оставить. Пусть будут. И такого вот странного вида очки-короны, которые ей прям не в кассу будут. Ну, вот прям вообще. Лучше бы какие-нибудь серёжки. Вот так вот. Она в безумный взгляд у неё в зелёных очках. Просто ей не подходит. Но есть аксессуары. Есть в наличии. И они как бы присутствуют здесь. Окей. Хорошо. Допустим. Пусть присутствуют. Мы мешать им не будем. Да? Правильно? Как бы. Чё нам им мешать, если они здесь есть? Хорошо. Так. Как-то так. Как-то. Вот так. Не знаю. Я уже запутался. Где-то что было. Да и зачем. В общем, сумочкой с этим совсем разобрались. Теперь время для второй куклы. Эту пока отложим. Вот такую вот куклу нашёл. Кукла номер... Находка номер раз. Теперь находка номер два. Тоже интересная. Находка номер два выглядит вот так. Какая-то тоже волшебная кукла. У неё интересно даже уже в коробке развивается платье. У неё какие-то часы. И, в принципе, миловидный внешний вид. Опять это Ка-И-Би-Би. И какая-то Ди-С-Тен-Дэнс. 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 Не знаю. Бьютифул ворл. Медивол. Кэссел. Ворллд. Эсс. Оф. Мидал эйдж. Сейчас, не знаю, средневековье нам тут какую-то стратегию викинги, интеграция, самое время, наверное, было бы сделать, но не получится, потому что это никто не будет делать. Вот. Но здесь какие-то очень странные, нелепые средневековые штучки. И сама она, ну, явно не средневековые у неё ботинки, туфли и не средневековая сумка. Да и сама она выглядит, ну, как фея, может быть, но не как кто-то из средневековья. Почему они решили, что это средневековое что-то, я не знаю. Я не знаю. Но как решили, так решили. Сделали, как так сделали. А распаковываем, посмотрим, что она и себя представляет. Куклёха. Так. Есть, есть, есть. Распаковка. Два паковка. Так. И хоба. И доставамба. Так. Доставамба. О. Вылетела кукла. Так. Опять она тут всяческие. Но попроще, мне кажется, немножко пристеплерена. Да. Аксессуары у неё, мне кажется, хоть их меньше, но они хотя бы чуть-чуть более тематические. Правда, у меня сейчас такое впечатление, что я сейчас буду доставать и сломаю аксессуары. Я не понимаю, что он у меня всячески не достаётся. Вот здесь вот разломался. Ну, в общем, ладно. Окей, хорошо. Сейчас получится у меня починить-то обратно всё это дело. Пожалуйста. Ну, типа того. Ладно. И здесь аксессуары. Сумочка. И туфли. Конечно же, красные туфли. Что говорит о абсолютном незнании дела, как мне кажется, у этих подельщиков. Вот всё. Больше ничего в коробке нет. Откладываю. Коробка сама по себе выглядит тоже вроде нормально. Ну, и кукла. Вот она. Вот она. Кукла вот такая вот. Выглядит, опять же, здесь сам, наверное, облик её лицо. Голова. Молд. Вот этот вот. Скульпт. Кому-то может быть интересен. Нарисованные глазки, бровки, веснушки, курносы, носик, проколотые ушки и синие волосы. Волос. Ну, не то, что много. Они какие-то странные, если честно. Немножко как-то просто как будто обрезаны. По поводу прошивки. Ну, да. Тут, конечно, лысоватость есть. Но тут как-то аккуратно убрано всё. Не вы её видели? Вот. Показываю вам. Лысоватость повышенная, так сказать. Но здесь аккуратно попытались убрать в прическу. Типа, если не её расчесывать, не причесывать. Ручки. Это торсик, как был у кукол. По-моему, похож. Типа, снегурочек, который я показывал. Дед Морозик, точнее. И платье. Ну, вот платье прикольное ещё. Оно, видите, вот такое вот всё болтающееся. Ноги, конечно, беда. Торс – это просто что-то с чем-то. Вы посмотрите. Вы сейчас увидите. Это прям печаль и боль для меня. Этот торс. Этот торс. Испортили, я бы сказал, куклу, конечно. Но, опять же, можно на что-то забить. Забить, голова симпатично. О, тут ещё и платье покрасило её ноги. И, короче, как будто пытаются... Смотрите, как будто нормально всё идёт нормально. Всё шло больно. Бам-бам-бам-бам. Вот. И здесь просто какая-то как будто у неё болеет она чем-то. Очень жаль эту девушку. Очень жаль. Очень страшно. Очень ужасно. Очень печально. Только голову. Ну, соответственно, голова здесь просто снимается. Я думаю, что никаких сложностей нет. Вот на какой-то вот такой штуке, которая у меня там откололась в процессе. В общем, голову да. Долой. А торс – это просто беда. Причём я первый раз вижу комбинацию торса такую, где пытались сверху что-то сделать и абсолютно всё забили на это. И решили такие... Мы всё. Мы наши на этом полномочия наши. Добавили, конечно, аксессуары. Но лучше бы они добавили ноги ей нормальные. Потому что аксессуары аксессуарами, но это беда. Платье симпатичное. Всё симпатичное. Но вот такой сюрприз может вас ждать даже при покупке миловидной с виду куклы. То есть, надо понимать, что это, конечно, всё подделки такие. Вот. И теперь можно её обуть. Ну, слава богу, хоть подошли. Эти туфли. Чуть-чуть получше она с ними выглядит. Сумка накидывается. Вот такая сумка. И тут есть некий аксессуар в виде каких-то часов. Всё это работает не так, как, наверное, должно быть. Работает. Что-то не откидывается. Это Алиса в стране чудес, видимо. Да уж, Алиса в стране чудес. Но не тот эликсир она выпила, так сказать. И, соответственно, вот. Алиса и Золушка. Назовю их так, наверное, предварительно. Но на деле это, конечно, не Алиса. А это, конечно, не Золушка. Не Золушка. Подождите, ну, Золушка, куда же без этих очков Золушки? Это, конечно же, Золушка. Это, конечно же, Золушка, да? Чашки она помыла посуду. Карета стала... Мыши стали лошадьми, тыквой кареты. А чашки, не помытые, стали её туфлёй. Вот такая у нас альтернативная история. А это Алиса в стране чудес. И Золушка от Симолэнда. Сейчас по поводу стоимости вам скажу. Итак, по стоимости. Вот эта кукла обошлась в 350 рублей. С одной стороны, опять же, личико. Вы, наверное, такое у куклы за 350 рублей не получите. Но ноги – это что-то с чем-то. Платье, личико и пару аксессуаров, которые могут быть интересны. 350 рублей за эту куклу. И вот эта наша красотка, она обошлась в 225 рублей. Здесь, как минимум, платье, которое можно легче перешить, заменить. И смириться с низким качеством соединительных элементов. И, может быть, непонятным наполнением аксессуаров. Вот. Но 255 рублей – вот такой вот аналог. Хотя бы, опять же, голова у них нормальная. Дешевле ли заказывать такие головы отдельно? Я не знаю. Напишите мне, как интересно мне даже. Есть ли резон покупать такие куклы? В общем, на данном моменте, правда, нет наличия. Но наверняка на каких-то других сайтах они есть. Или, возможно, они там же по-другому называются. Потому что они обновляют ассортимент постоянно. Ту-партию заказали в Китае, продали. Ту-партию что-то слили и так далее. В общем, на данный момент нет наличия ни то, ни тот. Но, может быть, либо под другими названиями. Либо где-то вы еще их увидите. Это на Сима Ленде. Если вы хотите, чтобы я еще контрольную закупку делал Сима Ленд, разных кукол показывал, проверял, боролись за качество и разбирались, какие куклы же существуют на рынке, на нашем, стоит ли тратить на них деньги или нет, есть находочки интересные или это мусор, то ставьте большой палец вверх. Хороших вам игрушек, разных приколюшек. Пока-пока. С вами был товарищ Сафронов.